Доброе утро, друзья. Сегодня припарковалась чуть подальше и можем наблюдать вот такой вид. Классный. У нас опять лето. Прям жаркое наступает, говорят, повышение температуры. В общем, как это, прохлада закончилась. Ну, я говорю, еще рано, конечно, для прохлады. Наша церковь в субботу здесь будет коммунен, первое причастие. Вот, будут праздники. Доброе утро всем. Такая вот у нас погода замечательная. Я уже домой иду. Смотрите, как ясно. У нас вообще вот так вот ясно очень редко бывает. Обычно всегда какая-то дымка, а сегодня вот все ясно и видно. Наконец-то я часы надела сегодня. Все лето их не носила, ну, потому что там же в них жарко и все такое. Вчера достала, их зарядила. Вот. У меня же еще и телефон поменялся там. Скачала приложение. В общем, все дела. Теперь я получаю эти на часы ватсапы. Еду сейчас в Алькампу. Там нужно, во-первых, обувь отвезти в это, подремонтировать к осени. И опять список, что такое, что-нибудь купить. Не что-нибудь, точнее, соли-то нету. А вы знаете, в Испании говорят, плохая примета, если у вас дома соли нету. Это очень плохая примета. Но у меня-то есть гималайская розовая, поэтому не все так. Венга, Сува. Тут еще одеяло я вожу. Сувы, подушки вырастила с работы, которую, помните, я вам говорила. Одеяло вот все еще лежит. Домой никакого не занесу. Вот. Ладно, про соль. Гималайская есть, примета плохая. Отменяется. Так, телефон в жопе лежит. Не, не лежит. А что не лежит? А где лежит? В сумке лежит. А был в копе. Так, сказал Спартак. Надо убрать, во-первых, снимаем маску. Убрать вот это вот от солнца. Вот эту штуку. Гармошку. Чтоб тут не было жары. Да, ну, конечно, жара. Таньки купила зелень-то вчера. Муж опять не поехал. Он там, а не сварить что-то, сварщик нужен. А этот сварщик куда-то убежал. О, ты, здрасте, приехали. И что-то туда левел. Здрасте, приехали. Король. Он так любит лежать там. Я ему открываю сзади окошко. Видите? Король, что с ним поделаешь? В общем, с зеленью. Он там в холодильнике на работе положил ее. Потом говорю, вези домой. Я потом в холодильник положу. Все-таки обидно будет. Целый мешок зелени-то. Ой, блин. Ладно, поехали. О, кто там у меня сзади? Ну, что красиво я по ней. Этого ресторана привезли. Все, едем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Будет у меня суп на обед. Это все, что купила. Муки много не бывает. Скоро уже нужно хлеб делать. Соль. Творожный сыр. Обычный, натуральный. я не люблю всякими добавками вкусняшки с чаем типа мало килокалорий супер полезный салат к салату соус вот такой кефирчик с клубничкой взяла тут недавно меня подруга в инстаграм выложила она сделал лапшу удон а вот и там с чем-то на вкусная такая и пишу не понял говорю что такое почему не знаю много давай мне рецепт писи у меня тут племяшку присылает а еще моя невестка перепутала мы нашего брает брата двоюродного женой и думала что это наши родители ну и такая говорит где это фотография да где-то давно и будет и нет такой фотографии надо есть там ваш папа целует маму в квартире думаю да где такая фотография сейчас присылает вот я нашла двоюродный брат у нас просто двоюродный брат очень похож на нашего отца но мы как-то все похожи ну вот а там они еще и целуются то естественно спутать очень легко сейчас пишет говорит вот я нашла я нашла то я даже не знаю ну какой суп обалденный я его сейчас прокипячу так вот она такая вот я влит валька я вот смотрите на них бы посмотрела и вообще бы не поняла что они вообще сделаны ну так же из муки как все странно я бы на них не после не догадалась бы что из-за макароны она вот купила такие попробую сделать дала мне рецепт так что скоро будет рецепт таких вот макарон вы пишите в комментариях делайте такие макароны удон пять минут и готова очень не все это заинтересовало и выглядело у нее все очень аппетитно она тоже готовить как готовит хорошо соль надо насыпать и поэтому рецепты коми делимся а как иначе ой что-то какая-то крупновато соль я люблю прям знаете чтобы мелко-мелко было будет крупную не крупная грамм крупновато я хочу сделать салатик салатик сделаем цезарь мясо есть запеченные где-то там так суп закипел прокипятила его чтобы не прокис мука сухая а кефир в холодильник на ужин или еще что куда попью так сметана тоже в холодильник отправляется это тоже холодильник водичка у меня здесь газированная водичка ее мы сейчас будем пойти в общем собираю салат и я спрошу где она взяла фотографию что правильно наш наших родителей не видел я их сама-то толком посчитать не видела если кто не знает мы сиротки сиротушки так меня знаете в детстве когда когда меня называли сирота мне как-то это было оскорбительно как-то я хотела быть как все я и была как все нас воспитывала бабушка у нас вообще не было никакой разницы между другими другими детьми даже иной раз и наоборот у нас было бы намного больше чем в других семьях и вот как-то не знаю меня оскорбляла то что там меня как-то называли сирота у нас а у меня особенно тетушка любила везде покричать но когда что-то добивалась там ну знаете как у нас раньше же в девяностые там вот эти когда все нужно добиваться до чего-то просить их ты там ну не знаю масло чтоб тебе дали и вот она всегда кричала сиропом надо в первую очередь не так обидно было блин думаю замолчи не надо мне никакое масло не надо мне ничего никакая не сирота вот так вот почему-то мне было как-то не знаю не знаю почему не хотелось быть сиротой ой милит дети дети что поделаешь с детьми так ладно ничего нормальный соус пью отвратительную гадость кофе в три в одном и сейчас буду во-первых тазик надо разобрать тут уже вся сложена одежда просто нужно разложить шкаф и кое-что мне нужно подшить так набралось понемножечку по чуть-чуть все набралось знаете купила для чучи в алиэкспресс такую вот сетку мне кто-то писал в комментариях что есть такие сетки на на эти на клетки чтобы не выпадала вот оттуда вся эта его еда потому что он такой поросенок хрю 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 вот я каждый день вот этой штукой пылесосить пылесошу вот ось он так катается вот я перестановку у него сделала ему прям больше нравится да и он начинает вот так пипикать а тебе чего тут так нравится моя живность тебе нравится на кресле кстати я у него балаху нашла так что надо ему уже вот этот ошейник менять я не помню когда его покупала он на 8 месяцев но до 8 месяцев он не дотягивает раньше приходится менять и вот как-то так балаху вот так искал искал уже белый и нашла блаху у него плохастый ты у меня внух ростый да он папу ждет там где-то должен папа приехать его на вот ждет и вот эти цветы надо пересадить смотрите какие они тут страшные могут там они красиво страшные снаружи и добрые внутри да чего ж ужасные люди дикари погода замечательные а вот с орхидеи не знаю вот видите вот эти вот нижние листья они у него скосоёбились не знаю что будет что будет не будет но я делаю все чтобы чтобы было не знаю зато вот у этого смотрите еще растет один цветочный обзор вам так что вот так пью гадость и от батарейку надо зарядить сажается и что и подшить надо брюки подшить надо потушку развалилась одна мне нужно длинную подушку купить но мне нравится вот который в лидале продается когда я привезут не знаю и еще что-то надо было подшить но я уже не помню память то не девять и не шашнадцать как я люблю говорить у меня вот есть вот такой набор ниток я брала в лидале мне он очень нравится потому что смотрите мало того что каждый каждой катушки так есть еще шпулька или как там он называется очень удобно так например мне нужно штаны подшить да и каждый цвета есть вот и не надо вот наматывать я помню знаете у меня одна вот такая шпулька шпулька была и на ней 150 цветов было потому что мне нужна какая-то нитка я на нее намотаю намотаю чуть-чуть и вот так пользуюсь а это вообще вот будет если еще еще за это куплю себе потому что очень удобно очень давно пользуюсь кстати муж приехал его машины слышу да чарли кстати тоже а заняли место я там стояла вот на углу стою а сзади еще было место но заняли он губу-то раскатил думал что там есть место но нет чарли чарли пошел на другой балкон он знает машины наш машина в общем очень удобная вот этим не пользуюсь никогда вообще не умела никогда шить нас учили я когда училась ну кто знает кто кто знает тот знает что я училась на швею закройщицу и вот нас учили с этим работать но не умею не сложилось не знаю мне лучше знаете как иголка если надо я либо а пуговицу либо по какую-то твердую поверхность протолкнуть чем вот наперстком пользоваться не пользуюсь а еще тут вот были тоже нет его иголки вот такие которые постоянно ломаются очень хороший набор и нитки хорошие не рвутся так что кто шьет советую половину растеряла маруся маруся острова тарикал и начернялая дырчина вот так вот вот этим мы и занимаемся видите они уже там полупустые все знаете чем я тут занимаюсь сейчас всех едет я сама хожу и офигеваюсь мне такой по моему никогда жизни не делала я жарю мясо с луком и с картошкой вообще это что это же какая диета какие вкусняшки да вот вот лежал у меня мясо холодильники думаю что мне с ним сделать и вот думаю а дай-ка я мясо пожарю с картошкой как вот у нас на руси как говорится я даже в россии такой никогда не жарила представляете вот но стальжи может быть была бы в россии так бы и не пожарила я даже не знаю правильно я делаю неправильно ну сначала вот мясо обжарила потом лук немного тоже обжарила сейчас вот добавила картошки и на завтра у меня будет с солеными огурцами а ну вы думаете как мне кажется будет шикардос солеными огурцами водки не хватает без водки с кружки чая за вас друзья кстати тут в комментарии прочитала вроде бы как типа двухлитровая кружка думаю двухлитровой нет но литровой точно хочу я пришла с работы заварила чай и вот в течение дня его гузырю вместо воды я уже много раз говорила что воду я не люблю чистую воду пить как-то она мне не лезет что ли другое дело когда со спорта приходишь туда пить хочется такая вода вкусная а в течение дня нет вот даже с газированную газированный как-то еще лезет более-менее но от газированный потом это газ это они же выходить должны правильно что ты так внимательно слушаешь будто бы я тут какую-то науку рассказываю дорогой мой друг ничего особенного я не раскрасываю про свою кружку про твоих блох я по-моему уже рассказала сегодня вот не нашла ни одной вот но надо ему менять ошейник в общем да кружка у меня вот такая вот маленькая скажем так ой я сегодня рыдал рыдала и включил думаю зачем я только накрасилась смотрю сериал осколки турецкий в дребезги осколки в дребезги рыдала вчера рыдала выключила нахрен все это потом говорю опухшая вся встану сегодня пришла с работы рыдала и рыдаю и рыдаю и рыдаю серия был дэчар ну подожди с людьми дай не ну то посмотри на него вот рыдала прям на взрыв друзья ох люблю я порыдать над фильмами такие люблю пляксивы чтобы знаете поплакать над фильмом и все и чтоб больше причин плакать не было вот такие вот у нас дела не ну вы посмотрите на него на эту ласковую морду моё счастье да да мою счастье мою счастье съел бы съел ой блин по морде как либо нельзя с мамой в общем жарю картошку с мясом дидрит мадрид вода такая теплая прям даже неожиданно очень теплая вода а почему меняется она уже давно такое ты тоже с течением все все время оттуда было уже недели две потому что туда сажусь монтировать всем пока пока встретимся с вами завтра